Арман Я советую ребятам, которые сюда приедут, не только замыкаться в себе, там, работать, иногда ходить на тусовку, ну просто вот гулять с друзьями, с девушкой, тут просто волшебно. Слушай, класс, ты так хорошо говоришь, ты любишь читать? Да, конечно. Варшава делится на две стрефы. И вот здесь можно покупать билеты на одну и две стрефы, можно покупать проездной сразу на одну и две стрефы. Если вы катаетесь по Варшаве и вы даже не заезжаете за последнюю станцию метро, то вам на вторую стрефу в принципе не надо. Я, допустим, скажу по себе, когда мы только приехали, мы снимали жилье, очень, ну не близко, конечно, и получилось так, что мы жили в другой стрефе. И вот разница на проездной, я вам давайте даже сейчас покажу именно про проездные. Арман даже и не пользуется, три года человек живет, но вот я говорю на своем опыте, мы жили чуть-чуть подальше от Варшавы, на поезде ездили, и как раз-таки две остановки. Мы жили в другой стрефе, и нам приходилось покупать проездной на две стрефы, и стоимость билета составляла, проездного, прошу прощения, 190 злотых, то есть 80 злотых разница. Но если вы покупаете билет, допустим, на три месяца, знал, да, что если покупаешь, можно купить на три, ой, на месяц, можно купить на три месяца, то тогда вы там, получается, где-то экономите пол стоимости месячного и проездного на другую стрефу. Вот, показываю. Смотрите, можно пополнять его прямо здесь, просто вставляешь его вот сюда. На экране появляются данные, можно продолжить билет и так далее. Хочу сказать кое-что. Самая главная ошибка новичков. Когда ты покупаешь, он автоматически не продолжается. То есть тебе всё равно надо будет зайти в автобус или в метро и приложить карту. Активировать. Да, активировать. Потому что, если нет, кондуктор вас не будет слушать и всё равно получите штраф. Мне очень нравится на выходных быть в старом городе, особенно проходить именно вот эту улицу, потому что вот здесь начинается... Они перекрывают дороги. И ты просто гуляешь где ты хочешь, скажем так. Это очень приятно. Потом дальше доходишь, там старый город. Незабываемо просто. Красиво и волшебно. Насчёт работы я стараюсь работать по максимуму, потому что сейчас как бы карантин. Сложное время для... Делать нечего свободно? Ну да. Никуда не пойдёшь, не потратишь деньги. Остаётся только зарабатывать. Если есть работа, если мне шеф говорит, что есть свободные дни, ну, когда можно работать, я сразу же хватаюсь за них. Слушай, я вот у тебя спрошу, это ещё даже никогда у наших ребят ни у кого не спрашивал, правда ли, что здесь... Вот мне очень смешно, это интересно, что если ты просто выходишь на работу, не опаздываешь, выходишь вовремя и все дни выходишь, то тебе просто даже за это платят премию. Да, я слышал, может быть, такое, но пока со мной не было. Да, ну вот просто тогда спросим у кого-нибудь другого потом. Ну, я вот неоднократно слышал, может быть, ты просто, когда будешь получать зарплату, ты обрати на это внимание, потому что это здесь вот такой частый, насколько я знаю, вопрос, и я думаю, ещё мы что-нибудь узнаем об этом. Так что я тебе сам потом поделюсь и расскажу, и ты просто спросил руководство. Да, да, да. Хорошо, а скажи, пожалуйста, где ты здесь живёшь, квартиру снимаешь или где? Да. Ребят, держитесь вместе, общайтесь, контактируйте друг с другом. В этом городе вы будете новенькими, но всегда есть наши люди. Согласен. Друзья, мы всегда рядом, мы всегда есть, здесь всегда легко будет вам найти новых знакомых, друзей. Не переживайте, вы здесь точно один не останетесь. Здесь большое количество людей, которые говорят на русском языке, вы быстро подтянете сами польский, есть люди, которые на английском говорят, так что об этом не переживайте. И выбирайте вакансии, связывайтесь с нами, и мы с радостью поможем вам осуществить вашу мечту, цель, переехать дальше в Европу и найти работу. Друзья, всем пока! На разе!